Одна послевоенная фотография и несколько снимков, сделанных на фронте. На основе этого материала будет создан портрет ветерана Леонида Зинченко. С таким заказом пришел в фотостудию его зять. Сейчас только об этом и говорят, что бессмертный полк, бессмертный полк. Супруга говорит, Боря, иди, закажи, сделай фотографию. Вот пойдем на 9 мая, значит, обязательно пойдем. С казаками, в казачьей форме пойдем, с металями. Первый раз участники шествия в Сочи собирались на площади перед главпочтамтом. И это, в общем, небольшое пространство вместило всех желающих. В прошлом году местом встречи стала театральная площадь. И желающих оказалось так много, что хвост колонны тянулся до гостиницы «Жемчужина». В этом году, судя по звонкам и обращениям, поступающим к координаторам проекта, шествие может быть еще более многолюдным. К нему могут примкнуть не только жители города, но и люди, которые собираются приехать сюда отдохнуть в выходные или по делам. К движению можно присоединиться и на сайте бессмертного полка, разместить фотографию, рассказать о своем фронтовике. Координаторы подчеркивают, для них важно сохранить искренность идеи и избежать формализма. Для бессмертного полка совершенно не имеет никакого значения, с какой фотографией вы придете и встанете в полк. Будет она на штендере, или это будет какая-то маленькая фотография, старая, ветхая, которая у вас сохранилась. Важно, чтобы приходили именно семьи. Когда отец ведет за руку сына, наверное, эффект, наверное, больше и качественный будет от того, что они пришли в этот день. Впрочем, и желание сделать профессиональный портрет объяснимо. Это возможность восстановить образ близкого человека, пока есть кому помнить его черты и сохранить и для семейной истории, еще раз ощутив родство, и для истории страны в целом. Точно так же, тот же цвет глаз, то есть, ну, как бы, человек, который приходит, он должен помнить этот цвет, то есть, знать об этом, чтобы мы могли восстановить этот цвет глаз, то есть, ну, как бы, чтобы сохранить эту точность, как бы, потому что вот так вот, смотря на фотографии там своих дедушек, бабушек, я все равно вижу даже я там черты в моем лице, да, то есть, черты моего дедушки. Анатолий Жирдев, председатель Совета ветеранов Центрального района Сочи, уверен, надо постоянно напоминать о цене победы. У него, как и у других членов Совета, своя семейная история. Дядя Анатолия Владимир Банадысев погиб перед самым концом войны. В предместьях Берлина 19 апреля был убит. В 19 лет мальчишке. Мои внуки обязательно пойдут с этим портретом в составе бессмертного полка. Наши школьники должны знать об этом, что это были не марши победы, это были марши крови, вода, огня, ранений и смертей. Чаще всего фотографии приносят прямые потомки фронтовиков. У Бориса Кругликова детей не было. Он погиб 17-летним. Но Бориса помнят родственники. А 9 мая он присоединится к бессмертному полку. Сбор участников шествия в 9 часов перед Зимним театром. А в 10 часов колонна отправится по курортному проспекту к памятнику «Подвиг во имя жизни». Акция пройдет также в Адлере и Лазаревском. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».